В Сырове уже второй раз прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Сыровский кордодром принимал гостей из Москвы, Самары, Тольятти, Казани и Нижнего Новгорода. Участие в состязаниях принимали модели трех классов. Орёв моторов и жужжание пропеллеров заполнили лыжную базу. Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей самолётов прошли в Сырове уже во второй раз. В наш город приехали спортсмены из Москвы, Самары, Тольятти, Казани и Нижнего Новгорода. Всего около 20 человек. Это официальные соревнования, которые включены в единый календарный план Министерства спорта России. Состязания прошли в трех классах моделей. Скоростные, пилотажные и гоночные. Скоростные модели должны пролететь один километр с максимально возможной скоростью. Для пилотажных моделей самолётов установлен обязательный комплекс фигур высшего пилотажа. Каждая фигура имеет свой коэффициент сложности и судья оценивает качество выполнения фигур. И оценка судей умножается на коэффициент сложности. Потом все эти баллы суммируются и подводится итоговая оценка. В выступлениях гоночных моделей участвует экипаж, пилот и механик. Дистанция 10 километров с двумя обязательными посадками для дозаправки. Это самый зрелищный вид авиамодельного спорта. У механиков имеется система быстрой заправки, где топливо находится под давлением. Они буквально за секунду заправляют модель и с одного удара их заводят. Саровский кордодром уникален. Он единственный в Нижегородской области. Многие ребята принимали участие в соревнованиях уже не первый раз. Я принимал участие в соревнованиях в Самаре. Я там занял второе место. Я летала на модели, которые на газе. Там ручка и там надо управлять газом. Можно выключить газ, и пропелли не будут включиться. Можно включить. И так можно управлять любой скоростью. Я вот на ней летала и занял второе место. Для 12-летнего Германа авиамоделизм стал настоящим хобби. На прошедших самарских соревнованиях он занял первое место среди скоростных моделей и пятое среди гоночных. Мне нравится заниматься в этом кружке. Что-то мастерить своими руками. Летать на том, что я смастерил своими руками. И выигрывать. Мы сначала начали ходить на станцию юных техников, к Надежде Андреевне Архиповой, на электрифицированную игрушку. Ему очень понравилось. Они там собирали модельки, схемы электрические. Прям очень-очень зашло. И мы начали думать, как бы время уже туда ходить заканчивалось. И мы начали думать, что еще. Куда еще можно походить. Надежда Андреевне привела нас в секцию. Вот, посмотрите. Там было судомоделирование и авиамоделирование. Но нам больше тогда понравилось авиамоделирование. Год уходит. Очень-очень нравится. Все делает сам своими руками. После завершения соревнований в каждом классе организаторы наградили победителей, а также позволили поуправлять моделями самым маленьким гостям соревнований. Кроме того, зрители ожидали полет копии самолета Як-50, а также имитации воздушного боя. В Сарове впервые прошли соревнования по фиджитал-баскетболу. Состязания состояли из двух этапов. Игроки должны были сыграть на паркете и на приставке. За лидерство боролись четыре команды. Фиджитал-спорт набирает обороты. И саровские спортсмены тоже решили идти в ногу со временем. Впервые в городе прошли соревнования в новом формате – баскетбольное двоеборье или фиджитал-баскетбол. В зале спорткомплекса «Юниор» ребята возрастной категории 15-17 лет соревновались не только на паркете, но и на игровой приставке. Здесь ребята у нас садятся за бокс, играются два на два. Телевизор разделяется на два экрана при выборе персонажей. И они выбирают из звездных игроков у нас баскетбола. Далее они их пикают и ждут, когда команда будет готова. Как только команда у нас готова, объявляется старт. И команда играет до 11 очков. Дальше у нас происходит борьба, где команды либо заканчиваются тайминг, либо, как я ранее говорил, 10 очков убирать. На следующем этапе команды соревновались на паркете в реальной игре. В состав каждой команды входили два игрока и один запасной. Игра шла по правилам баскетбола 3 на 3 на одно кольцо. Такой современный формат соревнований приятно удивил юных спортсменов. Всего в турнире участвовали 4 команды. Игры прошли с переменным успехом. Вот, вышли в финал. Проиграли сейчас игровую часть на приставке. Но будем бороться и, надеюсь, победим. Формат очень необычный. Интересно сначала прииграть в приставку, а потом переместиться на обычное поле. И там можно попробовать свои силы. По итогу двух этапов – диджитал и физикал – очки суммировались. Турнир по фиджитал-баскетболу провели в тестовом режиме. Организаторы проанализируют недочеты и слабые места, чтобы в дальнейшем делать такие соревнования более массовыми и на регулярной основе. Сегодня было несколько игр, когда команда побеждала, скажем так, в реальности, после чего терпела поражение с большим счетом в интерактиве и в итоге по разнице проигрывала. И наоборот, команда побеждала на приставке, проигрывала на площадке и по разнице забитых пропущенных проигрывала встречу. Тут важно не только обладать навыками игры в приставку, но и навыками игры в баскетбол, и наоборот. Следующий фиджитал-турнир по баскетболу планируют провести на День физкультурника 10 августа. На стадионе ИКАР прошли городские соревнования по летнему пятиборью палеотлона. На центральном поле стадиона собрались спортсмены девяти возрастных групп. Возраст участников самый разный – от детей до пенсионеров. Бег на длинные и короткие дистанции, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты и плавание – все эти дисциплины входят в летнее пятиборье палеотлона. На стадионе ИКАР прошли городские соревнования по этому виду спорта. Палеотлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых является развитие основных физических качеств, силы и выносливости, а также прикладных двигательных навыков. Мы сегодня металли, мячи, взрослые гранаты металли, бегали длинные и короткие дистанции. Еще будем плавать в бассейне «Любин». Мне очень все понравилось. Все участники были разделены на 9 возрастных групп, начиная с 8 лет и заканчивая пенсионерами. Глобальная цель состязаний – не только выявить сильнейших в каждой возрастной группе, но и в целом популяризировать палеотлон в городе. Мы им давали объявления в средствах массовой информации. Помимо участников, которые традиционно у нас принимают участие, пришли новые участники – и дети, и взрослые. И даже сегодня на стадионе люди увидели, заинтересовались этими соревнованиями и захотели принять участие. И мы их ждем на следующих соревнованиях. На центральном поле стадиона участники состязались в беге на 100 метров. Спортивный азарт и желание победить – вот главные мотиваторы. Позже мужчины вышли на дистанцию 2 километра, а женщины – 1 километр. Для детей и пожилых участников дистанция была сокращена. После забегов участники переместились в бассейн «Дельфин», где состязались в заплывах на 100 метров. Дети и спортсмены старше 40 лет преодолели 25 и 50 метров соответственно. Разрешалось плыть любым стилем, но самый быстрый – кроль. По каждому виду записываются результаты, насчитываются очки по таблице результатов, суммируются. У возрастных групп еще присутствует возрастной коэффициент, результат умножается на коэффициент, и итоговые результаты подсчитываются, выделяются в первое, второе, третье место. По окончании соревнований победители получили призы и дипломы. Результаты будут опубликованы в группе ВКонтакте «Молодежь. Спорт. Саров». А в сентябре, согласно календарному плану, в городе пройдет четырехборье летнего палеотлона. Роман Куликов занял второе место на марафонской дистанции 42,2 километра в традиционном областном легкоатлетическом марафоне «Малый Китежев-Городце». Роман Куликов рассказал о своих достижениях в спорте и об увлечении бегом. Роман Куликов рассказывает, что бегал хорошо еще с детского сада, но в секции легкоатлетикой не занимался, больше уделял внимание акробатике и футболу. Однако бег оставался в жизни Романа. Активно бегать на соревнованиях и марафонах он начал с середины апреля 2022 года. В свои первые пять километров Роман пробежал на городском турнире памяти Кугукина. За ним был трейл в 10 километров. И потом такой сеть не разбегался, что потом пошли марафоны, и потом в том году пробежал свой первый ультрамарафон дистанции 57 километров в 600 метров. Интерес к забегам у Романа появился после того, как он познакомился с беговой компанией. Многому учился у своих товарищей, перенимал опыт и советы. Интерес к спорту подогревает и профессия. Роман Куликов работает в сфере физической культуры. В прошлом году мужчина участвовал в порядка 40 стартах. Саровчанина отметили и пригласили выступать за Нижегородский клуб «Камнеград». А также сделали амбассадором ГТО и спорта по Нижегородской области. Роман Куликов – победитель открытого кубка Нижегородской области по трейлу. Спортсмен занимается и горным, и шоссейным бегом. Бегает трейлы не только по Нижегородской области, но и по другим регионам России – в Ивановской, Владимирской области, Мордовии. И во многих забегах он занимал призовые места. Каждый забег уникален по-своему, говорит Роман. Но из раза в раз – это вызов, преодоление и проверка себя. Запомнился у меня забег в минус 30 в Нижнем Новгороде. Это был рождественский забег. Ты бежишь, все замерзает. Не придаваем ощущения. В другом вообще дышишь. Запомнился, конечно, броды. Это грудь запомнился. И недавно бегали в трейл в Боржевский район, по речи с Камулой. Очень много плыли. И лыску запомнился. То есть больше километра бежишь по воде в Волге. Сейчас Роман Куликов планирует выйти на старты в Нижнем Новгороде. Главная цель у спортсмена – хорошо подготовиться и пробежать уже в следующем году дистанцию 100 километров.